Привет всем любителям орхидеи. Это одна из моих любимых орхидей. Хочу начать с нее обзор цветения октября. Я никак не могу, сколько лет она у меня уже, сколько она цветет, и я никак не могу описать ее запах. Это что-то просто какое-то необыкновенное. Необыкновенно приятный, очень, я даже не знаю, специи, но это не специи, но очень приятный. Так же как его и окраска, и вот он постепенно вот так вот открывает свои бутоны, потом нижние оцветают, вот как вот здесь, и постепенно открываются новые бутончики. Кто не знает, это Файус Танкервилли. И вот так вот он у меня уже разрастается постепенно, постепенно, так в четыре стороны уже. Я его пересаживала в том году, наверное. Ну и вот так вот постепенно он, конечно, опять начинает вылезать из горшка. У нас, конечно, они растут у некоторых и в огородах, и цветоносы бывают до двух метров. Очень красивые, необычные белоснежные бутоны и открываются потом такой невероятные. И граммофончик. Очень красивый такой тоже цвет. Обалдеть. Ну покажу уже тут мой фаленопсисовый уголочек. Я уже показывала и Беглиб, и этот, спасибо мне, нашли название. Единственное, что новое, расцвел это вот этот красавчик. Тоже запах у него невероятный. Я его купила в обыкновенном нашем магазине тоже, когда он свел. У него такие тоже листики. И вот он нарастил мне один листик и зацвел. Очень красиво так, с ответвлением даже. Я очень рада. И, кстати, нашла я тоже. Подсказали мне название, что гибрид с шилерианой. Ну вот поэтому он, наверное, и пахнет. Ну а так, больше как бы показывать здесь нечего. Думаю, конечно, любителям орхидеи, это в другие каналы. Но у меня еще тут растут цветоносы тоже. И распустился такой малыш, который стоял под бомбой. Подождем какое-то время. И я не понимала, в чем дело. Ну вот заглянула под листик и там сидела гусеница. Было ей очень приятно. Поела мне листик. Ну вот так вот она теперь выглядит. Не очень в презентабельном таком виде. Ну, зато цветочки классные. Два новых цветоноса. Этот дорастила. В общем, красивая такая малышня. Кстати, цимбидиум продолжает цвести и все-таки это растет цветонос новый. Классный. Поэтому будем еще цвести. Долго он, конечно, цветет. Такой раскидистый. Обалденный. И да, меня кто-то спросил. Удивились, что в таком горшке плоском. Ну вот в таком вот я его купила. Ему нравится. Видите, новые ростики пошли. В общем, все здорово. Ну, так как у нас весна, дендробиумы нобили цветут. Это обыкновенный такой дендробиум нобили. На заднем плане, если кто-то сейчас обратит внимание, это крысок мы кормим. Да, крыски у нас присутствуют. Любят покушать мои орхидеи полностью. Причем и очень такие прожорливые они. Ну, этот красавчик очень мне нравится. Очень красивый у него цветы крупные, белоснежные. Это дендробиум екидарума. Красивые, конечно, у нее крупные цветы. Ну, вот так вот он у меня стоит. Здесь, конечно, и дождик моросит. Вот так вот природные условия, конечно, влияют на цветы, но ничего страшного. Очень красивая такая бархатная губа у него. Пышненько так зацвел. Небольшой он такой, конечно, кустик. Ну, и вот начал растить новые ростики. Там еще один висит. Ну, это такое просто для красоты, можно сказать. Держу их. Ну, вот так вот выглядит мой цветущий коридорчик. Ну, начнем со всех по порядку. Расцвела опять, кстати, моя ванда. Я не заметила, она так висела. Я не ожидала, конечно, что она расцветет. Это ванда memory. Ой, поломалась бирка. Все старое. Надо сделать новую. Memory. Не помню. Надо будет найти название. Такие красивые крупные цветы, конечно, маленькое растение, но цветы, конечно, огромные. Так вот она растет. Новые корешки начали пробуждаться. Все-таки ванде я сейчас все-таки пришла к выводу, что им не нужно много места. Вот так вот маленький горшочек и им достаточно. Они лучше растут, я заметила, чем в пустых корзинках или в корзинках. Вот так вот маленький горшочек и намного-намного им больше нравится. Очень красивые цветы, темные. Это зацвел саркохилус. Я его когда-то давным-давно пересаживала. И чего-то ему не нравилось. Как-то он не цвел обыкновенный саркохилус. Саркохилиус, который я купила в нашем магазине. И вот такой вот, конечно, кустище без названия. Ну, вот так вот он и цвел. И пока что открыл он два цветоносика. Там растут еще такие миленькие цветочки. Ну, чтобы я, конечно, ими болела. У меня такой нет болезни. Но для разнообразия можно иметь в коллекции. Правда? Кстати, запаха у них я не наблюдаю совсем. Ну, вот такие вот крапушки, да? Классная. Тут, кстати, распустилась у меня, не знаю, что с ней, волкириана. Запах присутствует. Ну, какие-то склеющиеся такие были эти лепестки. Не знаю, что с ней. Ну, посмотрим. Запах, конечно, обалденный. Как это должен быть у волкирианы? Знаменитый носик. Ну, а тут продолжает еще цвести конфетти. Красотка, красотка. Долго она, конечно, цветет, но пока что новых ростов не видно. Конечно, у всех котлей по-разному развитие происходит. Все растут по-разному, все цветут по-разному. Это очередная интермедиа тоже распустилась. Интересный такой цветочек. Он, конечно, поменьше немножко. И это Акуини на Блю Рапсоде. Ну, такой гибрид, наверное, да, можно сказать? Ну, красивая тоже. Обожаю их за их запах интермедии. Я уже говорила неоднократно. Ну, и, на мой взгляд, очень легкие котлеи. Ну, а это распустилась моя новинка. Все-таки цветы такие, как и у меня, но моя не цветет. Насколько же я люблю лаэлии. Зачем их переименовали в котлеи, не знаю. Котлеи, наверное, более такие какие-то они грубые. Лаэлии для меня более такие нежные. Лаэлии, кто-то их называет. Ну, насколько такие они изящные. Эти губа, это губа, это такой изгиб. Настолько красота. Можно, конечно, их разглядывать. Эти рюшки. Довольно-таки быстро вырос цветонос. И вот все цветочки распустились. Это сангуэлоба. Ну, сунофил гибрид получается. Ну, как скрестили две сангуэлобы. Ну, увеличивайся. Не хочет она приближаться. Вот, если кому интересно. Это уже бутончик открывается. Angel Kiss. Старые бутончики завяли. Быстро очень тоже она их... Я так и не убирала отсюда. И вот так вот еще один новый ростик растет. Конечно, весна. Тепло. Орхидейкам нравится. Зима у нас была очень холодная. Очень много орхидей пострадали. Поэтому, конечно, хорошо, когда можно иметь условия содержания, которые полностью орхидеи любят. Ну, у нас... У меня на улице пока что живут. И вот так вот цветут. Красота. Этот, кстати, пока что еще замер. И ничего я в нем на ощупь не ощущаю. Поэтому не знаю, будет еще цветоносик или нет. Но пока что вот так вот любуюсь. Красивая. Запах, кстати, у него присутствует, но очень слабый. И да, я забыла сказать, что это уроженка Бразилии. Наверное, уже самые глазастые заметили, что я переставила. Хотела рассказать про эту красавицу. Она виднелась на заднем плане. Еще одна красотка-бразилианка. Сложно ее так вот показать. Видите, так вот бутончики у нее растут как-то между листиками. Ну, кустик, конечно, уже довольно-таки большой. Она у меня не цвела в том году. Она росла. И вот такие вот красивые цветы она мне выдала. Я ее давным-давно как-то увидела. Очень давно купила. Как-то цвела. В том году не цвела. И вот в этом году, конечно, она меня порадовала. Такие бутончики классные. Еще здесь два. У нее настолько необыкновенный аромат. Каких-то вот лилиеводных кувшинок, если кто знает, необыкновенный. И произрастает она на высоте 200-800 метров. То есть теплолюбивая красавица. Ну, у меня провела всю зиму на улице. Поэтому и довольно-таки неплохо выглядит. То есть, наверное, немножечко приспособилась к моим условиям. Цветочки на уровне. Наверное, сантиметров 7, я бы сказала. Довольно-таки крупные. Красивый такой тоже. Шпора такая, да? У цветочка. Если разглядывать. Вот так вот, наверное. Вот здесь, наверное, видно. Это кто-то поел бутончики. И вот так вот бутончик открылся. Поеденный. Всем надо кушать, да? Подкармливаем понемножку. Очень обидно, конечно. Ну, ладно. В общем, здоровски. Обалденные, конечно, цветы. И тут вот, я смотрю, тоже новый ростик начинает расти. Я ее давным-давно не пересаживала. И так вот она у меня растет в такой вот, в таком горшочке. И уже, конечно, свесилась так вот на один бок. Ну, ничего. Такой вот вид сверху. Большая, большая. Ну, листья по размеру, наверное, сантиметров, наверное, 20-22, я бы сказала. Так что она не очень такая крупная. Очень такая компактная. Бульбочка в бульбочке. Ну и запах, повторюсь, обалденный. Так, ну, тут я поставила очередную интермедиу. Красавицы, конечно. Насколько они... Я в прошлом видео рассказывала. Насколько они разнообразны. Ну, цирулийная форма, конечно, самая ароматная, как по мне. Вот они продолжают все цвести. Очень красиво. Это распустился мой очередной мельтонеопсис. Маленький. По-моему, я как-то стала находить с ними язык. Ну, очень здорово, что они распустились. Я очень люблю эти орхидеи. Когда, конечно, большая... Такой большой кустик, это очень здорово. Цветы намного больше вырастают, крупнее в размере. И, конечно, очень красиво. Это еще цветет хибики. Моя тоже новинка. Ну, а что из нового распустилось, это... Вот такие красивые бубочки, да? Вот-вот они лопнут. Такие надутые. Постепенно-постепенно открываются. И вот такое вот нежное... Нежное-нежное создание. Это я когда-то в самом начале своей орхидейной занятости делала себе такие картинки, чтобы не забыть, что как цветет. Ну, конечно, сейчас уже все помнишь. Красавица, конечно, в этом году она меня очень порадовала. Такой пышный кустик нарос со всех сторон. И тут еще цветение. Это Фалидота Чайненсис. Ну, уже говорит, конечно, о себе, что произрастает и в Китае. Ну, мне кажется, она и во Вьетнаме. И сейчас достану. Да, Вьетнам и Гонконг. 300-2500 метров. То есть такая довольно-таки стойкая, наверное, орхидейка к температурам. Так, а ну, успокойся. Она очень долго растила свои цветоносы. Ну, вот как-то медленно-медленно они постепенно-постепенно росли. Ну, красивые. Очень нежная, на мой взгляд, такая орхидейка. И довольно-таки компактная, классная. Смеются наши кукобары. Это местные птицы. Такой у них очень интересный, своеобразный смех. Можно назвать, но это не песнопение точно. Да, кстати, ну, вот Фалидота, она пока что не пахнет. Не знаю, может быть, потому что только открываются бутончики. Ну, вот они, наверное, второй-третий день, но пока что не пахнут. На заднем плане это распустилась моя красавица. мусси, ай, мусси, мусси цирулия, форма цирулия. Вот цвет прям точно передает камера, такой вот цвет. Обалденная, красивая губа. Мне надо, наверное, сниму сейчас, потому что неудобно снимать. Я так поставила ее на второй план. Спустила я ее пониже, потому что, конечно, показать весь ее объем, красоту, конечно, невозможно. Пришлось мне ее немножечко так вот сверху буду показывать. Красивые, конечно, очень красивые цветы. Четыре, шесть, восемь цветочков она мне выдала в этом году. Очень такие крупные, нежные. Это расписная губа. Мусси уроженка Венесуэлы. Красавица. Раскидистые такие. Конечно, у нее цветы очень крупные. По сравнению с моей рукой очень крупные. Вот она тоже начинает растить. Новые росты постепенно. Весна. Весна. Пробудились все. Новые почки начинают. Это пострадало. Я так думаю, как я говорила, что пострадали. Потому что, конечно, зима была холодная. И очень много листьев пострадали. Но цветы распускаются и они, конечно, затмевают своей красотой. Не обращаешь внимания ни на листья, ни на что. Шикарные. Содержатся у меня все котлеи одинаково. Вот были дожди, она была под дождями. Поэтому все температурные мои условия выдерживает. Так что приучаю свои орхидеи немножечко к нашим температурам тоже. Красивая. Конечно, можно смотреть и смотреть на эту красоту. Присутствует аромат. Ну, я бы не сказала, что очень сильный. Но, мне кажется, такой красотки и аромат не важен. Правда, шикарная. Хотела вернуться на свое прежнее место вот туда. Но, как оказалось, еще у меня здесь что-то цветет. Это Ванда. Ванда Террес. Вот так вот они у меня тут стоят в уголочке. В общем, я их и не двигаю. Они вот так вот приросли уже к стене тоже. Очень ароматные. Ну, вот так вот у меня растут они. Конечно, очень высокие. Если кто бывал в Сингапуре знает, там из них просто стены вырастают. Ну, в общем, вот так вот они у меня тут растут. А тут внизу у меня расположился даже не знаю кто. Если кто знает, подскажите. Ну, у нас завтра собрание по природным орхидеям. И я, конечно, спрошу. Вот такие вот цветочки расцвели. Прямо, я бы сказала, такой оранжевый цвет. Не желтый, а оранжевый, конечно. И настолько горлышко темное. Вот так вот она у меня растет на кусочке коряшки. Я когда-то ее прикрепила. И вот так вот она у меня и растет. Поэтому название я не знаю. И первый раз она у меня выдала мне вот такие вот грозди. Классная, мохнатая такая губа. Суперский дендробиум. Не знаю, сколько он процветет. Обязательно найду, конечно, сейчас название. Наверное, с какой-то маленькой-маленькой веточки я его выращиваю. Ну и вот так вот он дорос до размера цветения. Красавчик. Ну вот, я вернулась обратно. Я уже, наверное, наболтала. Не знаю. Ну, в общем, кому интересно, я знаю, что со мной. Это первый раз расцвела у меня ванда Крестата. Я ее покупала в том году. Она у меня покупала вот так вот цветущим. Такое немножечко было непонятное растение. Обезвоженное. Ну и, в общем, была еще маленькая детка. И вот так вот я ее вставила. Она прижилась. И в этом году, конечно, нравится им мой вандовый домик. Там больше солнца. И вот, смотрите, выдала два цветоноса по два цветочка. Классная ванда Крестата. И это уроженка Индии, Непал, Китай. От 600 до 2300 метров над уровнем моря. Поэтому тоже я бы сказала, что довольно-таки неприхотливое растение. И миниатюрная маленькая ванда. Интересный такой цветочек. Довольно-таки крупный. Класс. Ну, тут продолжает цветение моя красавица. Полностью распустилась уже. Такое вот желтое солнышко. Не буду на ней останавливаться. Остановлюсь на следующем желтом солнышке. Это мой дендробиум Ченкин Сиай. Я, конечно, обалдела, когда он полностью распустил в этом году мне все свои цветы. Насколько он мимишный. Насколько он классный, маленький. Но такого цветения, конечно, я от него не ожидала. Он у меня цвел два года назад. Всего на два цветочка. В том году было, наверное, в два раза больше. Я постараюсь, конечно, найти фотографии. И постараюсь вставить, чтобы для сравнения вы знали. И вот за два года, конечно, такое цветение. Это просто класс. Она у него растет вот такой вот... Керамическая, наверное, это, да? Такой, как колодец. И там водичка. И, в общем, очень ему понравилось. Так вот он выглядит с обратной стороны. Новый ростик начинает расти. Ну, в общем... Сказать, что я от него в восторге, это, наверное, ничего и не сказать. Шикарный малыш. Произрастает тоже Индия, Таиланд, Лаос, Китай. Конечно, цветочки по сравнению с самим растением, они его полностью закрыли. Они крупные. Маленькие такие псевдогульбочки. Ну, я думаю, наверное, что у многих есть это растение в коллекции. Класс. Места много не занимает. Ну, в общем, вот такая вот красавица. Ну, наверное, на этом я буду заканчивать. Наверное, наболтала уже много. Но я знаю, что многим нравится гулять со мной по моему коридорчику. Поэтому всем желаю прекрасного настроения. И всем пышного цветения. Пусть ваши орхидейки радуют вас. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok